вы знаете как правильно питаться чтобы похудеть досмотрев это видео до конца вы узнаете топ 8 наиболее распространенных ошибок совершая который вы можете нанести себе непоправимый вред знаете фигура венера милоской наилучшее тому подтверждение да фигура классная а когда венера поняла какой ценой она ее достигла она обкусала себе руки до локтей чтобы вы не уподобились венере в плане раскаяния после того какой ценой и достигла она достигла тот вес который она хотела смотрите это видео итак ошибка 1 говорят надо исключать жиры ну предлог простой вам ведь нужно снижать вес а избыточный вес это чаще всего жиры скажите пожалуйста все это прекрасно но жировую ткань ваш организм перерабатывал только жиры или всю пищу уменьшая жиры в рационе вас остаются белки и углеводы и организм ваш именно белки и углеводы принятые неправильном питании перерабатывал жиры жиры понятно те сами шли в жиры убрав жиры вы ничего не изменили вы сели на полуголодную диету ваш организм из белков и углеводов продолжает вырабатывать жиры что вы получили а ничего ну следующий этап конечно вы можете перейти на лечебное голодание создать организм более жесткий стресс да там жиры будут гореть но по статистике всего 10 процентов потерь веса это жиры при лечебном голодании 20 процентов это белки а это мышца это иммунная система в первую очередь летит а дальше летят и жизненно важные органы там тоже есть белки и организм тоже будет использовать пищу потому что пищи это нет 70 процентов это вода потерь веса поэтому это не путь не выход в этом направлении для снижения веса кроме того что вы снижая потребление жиров вы не получаете жирорастворимые витамины это витамин а который поддерживает ваше зрение поддерживает вашу иммунную систему контролирует великолепное состояние кожи вы готовы всем этим пожертвовать а еще витамин е он тоже жирорастворим женщин развивается на фоне дефицита витамина е очень часто нами и бесплодие развивается мужчин падает потенции вы готовы пожертвовать и этими системами так жирорастворимым относятся и витамин d а это остеопороз это кариес кариес страшила да он тоже развивается кальций тоже не усваивается он тоже кстати жирорастворимыми фактически системой переносится желчью а еще снижение витамина d это снижение энергообеспечения вашего организма вы готовы перейти на автопилот такой знаете депрессивное состояние или может быть что-нибудь другое будете делать как по-другому отнесете к своему организму тем более что ограничение жиров резкое ограничение неправильное ограничение жиров приводит тому что если жиры таки будут гореть на уровне клеток и вы будете снижать вес частичный за счет жиров на себе стаки пойдет вниз я вас поздравляю у вас разовьется жировой гипотоз или жировое перерождение клеток печени выход ну выходов но выходы разные кроме того что снижается качество жизни потому что печень не сможет поддерживать все компоненты в нужном количестве в нужном качестве в вашем кровеносном русле потому что метаболический мозг теперь забит жиром так у вас еще развивается диабет 2 типа атеросклероз вы готовы к таким переменам вашем здоровье атеросклероз сегодня у мужчин развивается с 20 у женщин с 35 лет если вы считаете что для вас это не характерно что когда-то атеросклероз развивался в 70 до вот на том питании на том образе жизни развивался в 70 современных условиях мужчины стартуют 20 женщины в 35 лет у вас сколько в паспорте ставите степень опасности диабет 2 типа раньше развивался до считался диабет после 40 с этим диабетом ко мне звонят и более молодые люди потому что по паспорту у них еще нет 40 а по биологическому возрасту они уже давно пенсионеры поэтому играться с жирами не нужно но это только фактор номер один фактор 2 нужно исключить быстрые углеводы да я вас прекрасно понимаю быстрые углеводы они как бы теоретически быстро попадает в кровь если вы не знаете что с ними делать они у вас будут откладываться в жировой ткани все прекрасно тут все понятно но знаете чем отличаются быстрые углеводы от медленных углеводов скажем относительно медленный углевод считается в овсянке находится а быстрые в конфетах кондитерских изделиях отличие между ними 15 минут на переваривание все то есть если вы съели конфету у вас она попадает в пустой желудок сахар поднимается в крови сразу если вы не знаете что с этим делать он будет откладываться в жировую ткань если вы съели порцию овсянки у вас сахар попадет не сразу а спустя 15-20 минут это время на переваривание крахмала до легко усваиваемых простых углеводов которые попадают в кровь если вы опять таки не знаете что делать с углеводами в крови они у вас будут откладываться в жировой ткани то есть конфета будет перерабатываться в процессе поедания овсянку если вы съели дома приехав на работу через 20-30 минут она у вас уже лежит тоже в жировой ткани ну естественно понятно что исключать то есть отличие между быстрыми и медленными углеводами она настолько мизерно что в принципе даже теоретически плохо заметно и в правильное питание это нужно понимать о той роли которые углеводы имеют вашей жизни и как ими правильно пользоваться как комбинировать разные продукты питания между собой чтобы сделать быстрые углеводы медленными чтобы сделать медленные углеводы супер медленными и тогда ваш организм легко и просто использует это в обмене веществ у меня есть такие видео на моем канале так что если вы подписчик пожалуйста вам легко это будет все найти видео по правильному питанию если не подписчик подписывайтесь не вопрос более 450 видео на одном канале на тему здоровья вряд ли вы где-то найдете больше смотрите но это было топ номер два всего топ номер три ну просто просится исключить углеводы в принципе да без углеводистые диеты они интересны но углеводы в норме в нормальных условиях обеспечивать 50 процентов энергии для вашего организма причем это самая лучшая энергия потому что она легко усваивается и практически не дает отходов название фактически само по себе отражает что происходит с ними углеводы углекислый газ и вода углекислый газ вы сделали выдох вы избавились от избытка углекислого газа ну вода пошла частично и через дыхаем и воздух но она испаряется через кожу вы теряете с мочой скалом то есть принципе по большому счету что дают углеводы вашему организму они дают усиленное его очищение вопрос вы хотите быть без энергии и в грязи же думаю что вряд ли поэтому когда вы исключаете углеводы пытаетесь это делать у вас получается организм попадает состояние депрессии особенно это характерно для женщин женщины больше степени зависимы от углеводов и решают проблему депрессии просто съела конфетку съела 2 вот хорошо нужно просто правильно это делать потому что выходя из депрессии с помощью кондитерских изделий если женщина это делает неправильно она легко и просто попадает в избыточный вес просто нужно это делать правильно и тогда проблем не будет потому что если вы используете то полностью исключили углеводы у вас очень интересная ситуация возникает знаете даже на лечебном голодании так называемом лечебном голодании когда больше суток она продолжается углеводов нет углеводы все резервы углеводов расходованы и что что вы провоцируете таким образом в своем организме расщепление жиров они идут в глюконеогенез и вырабатываются углеводы из жиров ведь даже длительное голодание не сопровождается падением уровня сахара до нуля если у вас относительно хорошая печень потому что все запасы углеводов расходуются которые у вас есть в мышцах и в печени расходуются в течение первых суток отсутствие пищи дальше уровень сахара в крови поддерживается простым путем но очень грязным путем у вас горят жиры образуются кетоновые тела ацетон появляется из жиров вырабатываются углеводы эти углеводы стоят в кровеносном русле поддерживает вам этот самый обмен веществ поддерживает тонус для вашего организма но пока вы этим занимаетесь у вас активно развивается аторослероз сосудов потому что жиры активно метаболизируются в вашем организме у вас на клеточном уровне не говоря уже в внешнем виде потому что это топ номер один просмотрите еще раз развивается старение женщины попадают депрессию вопрос хотите ли вы превратиться в депрессивную старуху думаю вряд ли но это всего было топ-3 топ-4 еще круче понятно что посильнее чтобы все это активировать нужно убрать углеводы убрать жиры соответственно что у вас остается у вас появляется избыток белков ну тут без депрессии такая система питания просто невозможно нереально то есть два-три дня такого питания и депрессия накрывает даже самых устойчивых вопрос другом депрессия в этом случае это такая мелочь которую можно было бы даже и не упоминать потому что избыток белков это диета апкинса дюкана ремлевская диета есть другие менее известные диеты чем они заканчиваются ну они заканчиваются очень печально до быстрая потеря веса железно согласен с вами потому что углеводы и жиры это быстрые источники энергии вы их убрали вы дали белки которые медленно метаболизируются активируют обмен веществ но очень много дают грязи в вашем организме грязь пытается выделиться через почки если воды было относительно мало у вас возникает очень интересная тема возникает лучшем случае солевой диетез с исходом мочекаменной болезни камни в почках образуются а параллельно развивается хроническая почная недостаточность вопрос том что с камнями как-то справиться потом можно будет почная недостаточность не устраняется потому что в этих условиях токсичные продукты белкового распада идя в концентрированном виде через ваши почки убивают нефроны почек и результат очень простой тот миллион нефронов которые имели ваши почки при рождении начинает активно таять и вы знаете один-два раза посидеть на такой диете и вы количество нефронов с миллиона уменьшаете до 250 тысяч примерно на этом уровне на этом количестве нефронов повышается уровень креатинина в крови который отражает степень почной недостаточности самое печальное что закончив диету с таким результатом потеряв вес вы опять-таки превращаетесь в венеру милоску вы начинаете обкусывать себе руки до плеч потому что ситуация невозвратная вес вы потеряли вы его вернуть можете легко и просто опять-таки перейдя на неправильное питание на котором с которого вы стартовали в этих диетах почечная недостаточность никуда не денется она может чуть уменьшится можно оставшиеся нефроны помочь им работать более эффективно но нефроны не размножаются пересадка почки да она интересна но сто сто пятьдесят тысяч долларов нужно иметь на банковском счету чтобы пересадить себе бэушную почку от другого неудачника у вас есть желание пройтись по этому пути до упора или все-таки подумайте о том что топ-4 это не лучший вариант для вашего здоровья для вашего благополучия фактически поэтому самый простой путь топ-5 он неоднозначный тут вы знаете рекомендации расходятся причем диаметрально одни говорят топ-5 это вода употребление воды одни говорят нужно не пить много воды там с одной стороны это резко снижает вес потому что пока вы будете сжигать жиры а 100 грамм жира это 900 килокалорий что чтобы сжечь 100 грамм жира нужно примерно час интенсивно плавать вот тогда 100 грамм жира у вас горит час интенсивной езды на велосипеде тоже сгорит примерно столько же а воды вы ваша потребность воде 5 процентов от массы тела ежедневной если вы будете пить меньше воды вот тут у вас возникает очень быстрая потери веса за счет воды да вы будете высыхать будете стареть и еще активнее пойдете на любой системе питания в почную недостаточность вы понимаете насколько это быстро насколько это подкупает потому что эти такие диеты уносят там 10-15 килограмм за неделю спокойно легко можно еще быстрее терять что такое потребность в воде 5 процентов 100 килограмм веса это 5 литров воды в сутки выпейте литр и 4 килограмма вы потеряете за день не прилагая никаких усилий просто придержите здесь чувство жажды но почная недостаточность это мизер с ней живут относительно долго ограничение воды ведет тому что увеличивается вязкость крови на русской на сердце и вот здесь умереть при любой нагрузки даже легкой при любом стрессе даже легком легко и просто потому что сердце перекачивая за сутки примерно 15 тонн крови очень активно должно контролировать состояние крови крови собственно чем она более вязкая а количество воды отвечает как раз за эту за этот показатель ограничивая воду в резко подсаживаете себя на густую кровь и тут же дополнительную нагрузку накладываете на сердце которое должно эту кровь прокачивать если сердце сможет качать густую сметану вас появляется вторая опасность выдержат ли сосуды это давление если выдержат ну вам повезло если вы уверены что все примерно сто тысяч километров сосудов у вас в идеальном состоянии ну экспериментируйте пробуйте если не уверен не уверен не обгоняй этот метод не самый простой проще немножко когда воду как раз увеличивают да понятно вода для того чтобы обеспечить ее циркуляцию нужно потратить энергию вы таким образом незаметные такие потери увеличиваете энергии на обеспечение циркуляции воды плюс вода вынося тепло из вашего организма вы теряете еще и калорий до темп снижения веса меньше вот но опять таки небезопасно потому что избыток воды он во первых изнашивает сердце потому что в первом случае вязкость крови была высокая и сердце было тяжело качать случае если вы добавляете воду у вас объем крови увеличивается сердце опять таки больше приходится качать знаете палка о двух концах и оба обе ситуации они неправильные но вода другую ситуацию наигрывает вашем организме она нарушает систему пищеварения нарушает переваривание пищи и с одной стороны тут громадный плюс вы пищу закладываете вы кушаете все что хотите пьете много воды самое главное условие пищи у вас не переваривается не усваивается вы теряете вес вопрос какой ценой до пищи не дошла до клеток там нет обмена веществ она не может участвовать в обмене веществ и фактически вы вес таки теряете но вот это не переваренная пища проходя по вашему кишечнику достается патогенной микрофлоре которая там всегда есть всегда было и всегда там будет и как только вы дали ей дополнительные порции еды она вам хлопает ладоши говорит спасибо приложите ухо к животу послушайте как там ворчание идет активное потому что они перевариваются большим удовольствием ту пищу которую вы им дали а дисбактериоз еще мечников это считал уносит спокойно легко минус 30 процентов жизни вот вы просто добавили воды в свой рацион вас хуже работает пищеварительная система и вы вот так вот легко и просто потеряли 30 процентов жизни то есть вы прожили два дня а по биологическому возрасту 3 пролетело как вам такая подмена класс о снижение веса это очень дорогой способ но внешне как бы незаметно топ-6 это препараты да для того чтобы быстро снизить вес как правило препараты идут мочегонные слабительные патогонные то есть они усиливают просто напросто потери воды часто это виде черев производится вы принимаете вес теряете потому что до мочегонная с мочой потом с содержимым кишечником вы теряете много больше то увидите как чистится ваш организм но он чистится не столько от веса сколько вы от вашего здоровья потому что потери воды это опять-таки старение вашего организма да вы стали на весах меньше а по биологическому возрасту стали существенно старше если вам такая замена подходит ну здорово конечно все прекрасно но как только вы закончите вы не сможете всю жизнь принимать эти чаи как только вы закончите их принимать ваша организм как губка наберет воду а учитывая то что вы еще и постарели обмен веществ у вас станет немножечко ниже чем был до этого он наберет воду с запасом и выход с таких препаратов это быстрый набор веса еще быстрее чем вы его теряли еще и запасы что вы получили ну знаете как один там торговал на рынке купил за рубль продал за руб что ты имеешь свежую копейку так вот и вы тоже да вы имеете только не свежую а старую копейку да еще и обесцениваю девальвированы она вам надо есть другие препараты которые нарушают систему пищеварения работают практически так же как вода но еще хуже потому что если есть те нарушения необратимы в данном случае это необратимы чаще всего принимая допустим пищевую соду она выбивает слизистую желудка принимая перекись водорода делает примерно то же самое хуже переваривается пища в желудке все понятно то есть вначале вы получаете плюс у вас снижается вес ну что пища опять-таки не доходит до клеток вопрос другом когда вы перестали принимать желудке восстановится пищеварение нарушенным останется и вы легко из ожирения через дисбактериоз попадаете в дистрофию вопрос другом возврат из дистрофии это очень долгое трудоемкое занятие очень тяжело вернуться к нормальному пищеварению к нормальному состоянию очень часто люди не останавливаются в дистрофию а уходят на реинкарнацию следующую жизнь она вам нужно или не очень нужно если не очень нужно то думайте что вы делаете со своим организмом конечно можно активировать обмен веществ так работают чаи кофе препараты с кофеином разные комбинации делать что они делают да они активируют обмен веществ вашем организме вопрос когда у вас есть ожирение как вы думаете насколько хорошая система у вас в организме работает вы думаете что у вас сосуды отличные сердце отличные суставы великолепные вы можете позволить разогнать свой организм на более высокую скорость обмена веществ попробовать можно армянское радио говорит что украинский запорожец даже с пустым бензобанком способен развивать скорость 200 300 километров в час все зависит от того с какой склона горы арарат его спустить он один раз жизни так пролететь может вы от этого запорожца практически ничем не отличаетесь разгоняя обмен кофеином эфедрином другими стимуляторами вы провоцируете свой организм на очень большую скорость обмена веществ вопрос чем вы ее обеспечен а ничем чаще всего питание какое вы дали они какое сбалансированное да никогда об этом мало говорят потому что вам нужен бантик он уже принять получить результат вопрос какой будет результат конечный ну вы уже примерно представляете поэтому думайте когда вы используете какие-то препараты для вашего здоровья если вам нужна консультация врача не вопрос вы должны у врача проверить свой уровень здоровья и может ли ваш организм выдержать вот эти самые препараты если может ну флаг вам руки если нет ну тогда думайте какими другими путями снижать вес топ 7 различные массажеры тренажеры да они активируют место обмен веществ они активируют фактически сжигание жиров но если вы используете изолировано только эти препараты вернее аппараты а может быть в содружестве с препаратами все это здорово у вас горит жировая ткань у вас капли жира добросовестно с клеточного уровня переходит в кровь дальше и должна удалять печень если вы ничего не сделали для своей печени печени великолепно очень интенсивно развивается жировой гипотоз и вы великолепно стали на эскалатор фактически которого который из жирового гипотоза через фиброз ведет вас циррозу печени и пересадки трансплантации печени как это делают более мягко только первый топ-3 вы конечно здорово конечно это все делать но пересадка печени сегодня сильно подорожала если вот еще несколько лет назад я считал что пересадка печени стоит всего 50 тысяч долларов но это может быть у нас на украине а вот европе там покруче делают там только подготовка пересадки печени допустим германии стоит 50 тысяч долларов а сама пересадка 250 вы готовы к таким тратам у вас есть такие деньги на банковском счету для того чтобы таким образом снижать вес или все таки какими-то другими путями вы подумаете снизить вес ведь это не так просто все вам кажется что в рекламе звучит 10 15 20 килограмм 30 можете потерять можете потерять вопрос каким путем и какой ценой вам это достанется вот тут себестоимость процесса она разная бывает топ-8 это увеличение двигательной активности там если вы считаете что вам нужно добавить движение для того чтобы снизить вес ну в принципе логика в этом есть ведь как вы набирали вес это баланс фактически двух систем ваш обмен веществ и ваш аппетит если аппетит чрезмерин вы начинаете набирать вес для того чтобы снизить вес понятно сделать фактически два движения нужно правильное питание обеспечить себе и постепенно увеличить уровень двигательной активности почему постепенно и адекватно потому что когда вы даете дополнительную нагрузку себе что вы делаете вы ну как минимум включаете мышцу как потребитель питательных веществ и обкрадываете мозг попасть в апатию или депрессию на двигательной активности легко и просто потому что мышца начинает будучи в применяемая нагрузка к человеку у которого не сбалансированное питание а вы еще увеличили траты вы обкрадываете самые активно работающие системы амол все-таки работают активнее всех потребляет в обычных условиях примерно 20 процентов крови апатия депрессия это минимум который можно рассчитаться но это минимум это возвратная ситуация но двигательная нагрузка вы участвуете включаете различные суставы и имея избыточный вес вы их легко разобьете особенно если нагрузка не ритмичная если нагрузка толчковая скажем так бег ходьба прыжки это все разбивает великолепно суставы вы можете увеличить две активности но это плавание скажем так да это мягкий вариант другие виды активности они отразятся на состоянии всего продвинутого аппарата но это не самая большая проблема вы должны совершать движение при пульсе до 130 ударов то есть это очень важный показатель потому что скажем сердце напряженно работает при пульсе около 100 ударов и очень напряженно на грани возможности при пульсе 130 если пульс у вас выше 130 вам такая двигательная нагрузка противопоказана она для вас чрезмерно можете легко запороть себе сердце или повышенным давлением потому что как правило при этом и давление резво поднимается можете еще и порвать сосуды которые при избыточном весе мягко выражаясь не самого лучшего качества а для того чтобы заработать инфаркт инсульт нужно чтобы из 100 тысяч километров сосудов которые у вас есть дефект возникну на какой-то миллиметр-два представляете какая ошибка в системе может привести к катастрофические последствия вы хотите так порисковать или все-таки какие-то другие пути и другие средства другие методы примените поэтому топ-8 вы уже узнали решение на мой взгляд она проще она с одной стороны сложная с другой стороны очень простое это правильное питание которое подвязано под ваш пол под ваш возраст под климатические условия под динамику изменения погодных условий под сезон года под вашу профессию под окружающую экологию эти все факторы нельзя игнорировать их нужно учитывать системе питания тогда ваш вес избыточный вес будет постепенно таять постепенно снижаться и вы придете к тому весу который вы хотите больше того вот те ограничения которые вы увидели в начале исключить жиры и углеводы нагрузить и ранить белками это не совсем правильные вещи потому что здесь не учитывается одно да они не учитывается те продукты которые вы любите не учитываются те продукты которые вы терпеть не может ведь если вы прочитаете диету а там среди хитов стоит продукт который вы терпеть не можете всего вам диета закончена закат она для вас вы не выполнить поэтому если вы хотите похудеть комфортно похудеть с минимальным количеством ограничений и с максимальным результатом по здоровью во первых и по снижению веса во вторых потому что здоровье это то что остается вам на всю жизнь без вы можете правильным питанием менять в ту или иную сторону а вот здоровье потеряв однажды вы его не вернете никогда это утопия да вы можете потеряв печень пересадить себе бывшую половину печени от другого человека который тоже сомневаюсь вел самый лучший образ жизни для него вы можете пересадить место почек которые развилась почта недостаточность почку до 150 тысяч долларов так бушная почка да можно это сделать вы можете себе и сердце пересадить по старым расценкам это 250 а сейчас понимаю 1500 долларов будет стоить пересадка одного бушного сердца от другого неудачника но вы в этих случаях вынуждены будете принимать различные препараты которые будут мешать отторгнуться вашим органам новым органом который вы приобрели таким экзотическим путем может лучше упростить систему и пользоваться своими правильно использовать свой орган который стоит несколько миллионов долларов только по суставам больше 200 суставов стоит больше двух миллионов долларов то есть это все ваши вы должны вы обязаны это беречь и правильно использовать поэтому если вы хотите похудеть любой ценой ищите быстрые диеты ищите лучшие диеты ищите там ищите способы экстремального снижения веса если же вам нужно похудеть с пользом для здоровья безопасно и эффективно и научиться управлять своим весом на тех продуктах которых вы любите потому что любимая диета включает и кондитерские изделия включает конфет нужно просто правильно этим пользоваться нужно рационально это использовать для вашего здоровья поэтому если вам нужно похудеть эффективно безопасно пишите звоните кто-то не успел еще видео поставить слышите кто-то уже мне звонит я думаю что вы будете следующим пишите звонить а я подумаю какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия разумного вам отношения к своему здоровью